Доброе утро! С вами Утренний Дозор на 360. Так-так, куда же мы отправимся сегодня? На Комаровский рынок. Кстати, один из крупнейших в Беларуси. Ну что, поехали? Его официально открыли 20 мая 1980 года. И сегодня это центр столицы. А прежде, в начале 20 века, Комаровка была одним из самых захудалых рабочих районов Минска. Глухим комарином углом. Кстати, с Комаровкой связано одно малоизвестное историческое событие. На Комаровском поле, которое вот приблизительно здесь и находилось, в мае 1911 года совершал полеты на аэроплане знаменитый авиатор Сергей Уточкин. Тогда это было всем событием события. Посмотреть на это чудо набилось столько народу, что только благодаря солдатам авиатор и аэроплан не были раздавлены. Это было когда-то. Сегодня Комаровка выглядит совершенно иначе. Но здесь по-прежнему многолюдно. Ведь это Комаровка! Ежедневно сюда приходят десятки тысяч человек. А в выходные и праздничные дни до 100 тысяч посетителей доходит. Сейчас на Комаровке запахло летом. На прилавках появились свежий лучок, редиска, укроп. Пройдемся по рядам и узнаем, что почем. Здравствуйте! А у вас огурчики свежие? Конечно! Можно даже сделать просто вот так. На пробу. Ничего себе! Давайте вместе с вами. Просто. А как выбираете огурчики? Ну, по внешнему виду. Я их потрогаю, чтобы не вялые были. Главное потрогать, да? Да. Как выбрать вкусный, хороший укроп, петрушку и лучок? Оно же видно все по качеству. Даже не надо ходить и выбирать. Вечером собираем, что-то вечером, что-то рано утром. Я вам даю понюхать. Видите? Это пахнет петрушка. Это хороший укроп? Это хороший, конечно. А как пахнет плохой? А как пахнет гнилью, пахнет, если он плохой. А если он хороший, он хороший. Расскажите, что вы покупали? О, много чего. А огурчики, помидорчики? А вот собираюсь сейчас. А как нам понять, что они свежие? Я надеюсь на девушек. Я часто хожу, они меня не обманывают. Хорошие помидоры мы с вами взяли, да? Ой, спасибо, девушка. Мне очень помогли. Смотри, смотри, там клубника, клубника, клубника. Здравствуйте, она вкусная, сочная, настоящая. Сочная, как с грядочки, с кислиночкой немножко наша. Она белорусская? Да, в Брестской области тепличная клубничка. Очень, кстати, ароматно. Спасибо. Клубника, ура! Первая клубника белорусская. Между прочим, все продукты проходят ветеринарно-санитарную экспертизу в лаборатории. И если вы вдруг решите удостовериться в их качестве, можете смело попросить у продавца разрешения на реализацию продукции. Комаровский рынок любит за чистоту, красоту и качественную продукцию по приемлемым ценам. А во вкусном сочном утреннем дозоре на 360 с вами была я, Настя Рудская.